Итак, всем привет, с вами Добугай, мы начинаем играть в Кайзер Редакт за Французскую Республику. Пойдем мы возвращать власть Наполеону, вернем Бонапарта в классе Франции, как и должно было быть, и потом пройдемся по вот этим вот прекрасным фокусам, но всему свое время. Вам время подписаться, если вы еще вдруг не подписаны. Поехали. И давайте оценим, что у нас есть. У нас есть очень маленькая промышленность, я бы сказал критически маленькая, но у нас есть неплохой флот, причем очень неплохой, если сравнивать с французским, давайте я вам позвольненько так покажу, то у вот этой Франции флот намного-намного хуже, у нее абсолютно нет никаких линейных кораблей, у нее просто много подлодок. Так что мы точно всегда будем иметь преимущество на море, британские союзы, думаю, будут подавлены кем-нибудь еще, посмотрим. Я думаю, справятся ребята. Так что наша задача просто сделать хорошую армию для выставки, взятия Франции, а позже борьбы со, скорее всего, Рейхспактом. Ну что ж, так что отправляемся и мы сделаем, наверное, так вот у нас лорный ивентик, история нашей Франции, будь прокляты эти проклятые коммунары. Все правильно, пока что мы можем доверять Льву, но недолго, недолго. Так вот, у нас на старте имеются проблемы с гарнизонами, поэтому мы сделаем, так сказать, один интересный мув, просто распустим часть своих дивизий, чтобы пополнились гарнизоны. Это, кстати говоря, все еще может не хватить, но сейчас посмотрим. И до того хватает примерно? Да, прекрасно. И у нас теперь все в порядке. Проверяем цель сопротивления, это самый главный, в принципе, параметр по сопротивлению и везде. Оно низкое, можно будет даже поставить побольше на гражданский надзор, я думаю. Отлично. А еще, пожалуй, было бы хорошо делать агентство, оно нам может помочь при выставке. Из построек нам обязательно надо построить немножко фабрик, потому что у нас совсем мало. Нам нужно потом отстроить немножко военок, и в принципе фабрики еще нужны как минимум для торговли, потому что ресурсов у нас очень-очень мало. И смерть друга умирает Георг Пятый. Ужасно. И у нас паренек уходит на пенсию, окей. И у нас здесь стоит интересный выбор, пойти в Деголе либо Дарлана. И, честно говоря, они оба очень хороши, здесь очень много бафов на танке, а здесь просто общих бафов. И я все-таки думаю, мы пойдем вот сюда, потому что, во-первых, здесь есть бафы против коммуны дополнительные, а во-вторых, здесь бафы в 7 дивизиям, а здесь бронетанковым и моторизованным, насколько я помню. Причем, видите, мотопехоты, бронетанковый, а вот механа тут нету. И, насколько я понимаю, механ все-таки это, ребята, не считается как мотопехота. Как вы понимаете, тоже, надеюсь. Что прекрасно можно увидеть, вот здесь вот есть механизирка, а есть мотопехоты. Поэтому танки и мотопехота звучит не так интересно, как танки механ. Был бы здесь механ, я бы, может быть, еще подумал. Здесь еще есть очень классные бафы на спецвойска. Играл бы я в мультиплеере, наверное, я бы брал все-таки вот этот, потому что спецвойска это очень круто в мультиплеере. Но мы собираемся давить Ишек, и до Ишек нам надо давить просто с этими хорошими дивизиями. Так что, Дарлан, это то, что надо. Но, но, надо понимать, что мы не будем делать себе вот эту вот доктрину, потому что мы планировали, мы пойдем все еще во вторую. Поэтому, да, бафы пойдут никуда. Но, все равно, все равно, нормально. Итак, у нас еще один ивентик. Слухи о скорой кончине Мордока. Мордока, наверное. Я, честно говоря, не уверен, что он нам нужен. Давайте откланяться, но, по-моему, нам примерно плевать на это. И он сбежал из страны. Прикрываем его побег. Не знаю, нужно ли нам это или нет, но пускай. И нам надо начинать думать насчет того, что у нас будет основными нашими дивизиями. Допустим, вот это. Вроде как у нас остальная пехота, да, слабее. У нас какие-то тут броневики невнятные. В общем, да, это все мы убираем. Будем использовать... Вот это используем как танк нам. Будущее морской пехоты может быть. Горники вряд ли. В принципе, вроде все понятно. Убийство в Казбе. Следует копнуть глубже, я думаю. Так, у нас ивентик, горькая правда. У нас все очень-очень грустно. План Жанина, давайте-ка. Нужно как-то двигаться дальше. И я думаю, по фокусу мы сразу пойдем вот сюда. Здесь фабрики, потом ТНПшечка, чуть-чуть промки, военные заводы, верфи. Верфи, плевать. Военные заводы самое главное. И вот здесь вот тоже потом кое-какие бафы будут, но не так интересно, как вот здесь. Мы получим очень много ТНП. Минус со временем. И, в принципе, промку и пафы на армию. В общем, все будет очень круто. Нужно только дождаться. Так, смотрите-ка, план Жанина у нас. В общем, сейчас все немножко разрушится. И Наполеон сможет вернуться во Францию. Хоть и не совсем ту. И вот у нас скандал, протесты. Эх, неожиданный арест. Как это так? Так, смотрите-ка. Вина убийцы была точно доказана. Белые граждане. И даже не эти. Даже не, как там, коренные народы. Отставка Жанина. Что будет дальше? Хороший вопрос. И вот, что будет дальше. Вот это уже ивентик на прибытие Наполеона. Организуем встречу с Деля Роком. Блин, считай, что это француз, наверное, Деля Роком. Не уверен, но, наверное. Итак, следующий ивентик. Тоже очень важно выбрать вторую опцию. Не нужно давать ему так много власти. Итак, время на исходе. Поддержка лиг нам нужна. Индустриализация колонии готова. Давайте сразу торговлю с Антантой. 3% ТНП не будут лишними. У нас Канада все батит на войну. Но, очевидно, что нельзя принимать. Потому что это даст минус по поддержке войны. По стабильности. И от низкой поддержки войны еще раз по стабильности. Сами справляйтесь со своим Афганистаном. Я думаю, вы должны справиться. У Афганистана пока что еще нет хороших фокусов. Но в один момент вроде как должны быть. И я бы на него точно поиграл. Итак, Гамбит Моррис. Смотрите-ка. Остановление Монархии. Нам нужны союзники. Окажите ему поддержку. И смотрите-ка. Невероятный союз. Все идет по плану. Так, отлично. Сейчас справимся со всем. И срыв планов. Мы должны апататься в поддерживаете Бонапарта. Что, все идет не по плану? Как так? Или давайте отдадем 2 военных заводов. Вместе с ячейкой исследований. Ну и плюс получим как бонус верфи. Это тоже неплохо. Итак, Гнев Морриса. Мы пошли так далеко в поддержке Бонапартизма. Теперь мы не можем отступить. Отлично. Я на фоне, как можете видеть, делаю для нас легкие крейсеры. Сейчас накапает опыт. И это будет наша, так сказать, рабочая лошадка. И у нас побеждает Савинков. Подожди, Савинков. Ну как будто. Подожди-ка. Русского медведя. Пробуждение. Российской демократии. Ну посмотрим, что там будет. Да, национал популизм не сильно демократично выглядит. Ну ладно. И товарища. Третья империя. Виоля Эмберар. Это Виоля Франц. Так, у нас теперь французская империя. Отсутствие политической поддержки для реставрации у нас имеется. Дебаф теперь. Но появляется Луи Наполеон Бонапарт. И пропадает на расстояние недовольство. Кстати говоря, Луи Бонапарт добавляет опять темп. Это неприятно однозначно. Ну ладно. И у нас появляется генерал Амун. А именно, по-моему, фельдмаршал он появлялся. Ну-ка. Вот он. Он нет. Он не фельдмаршал. Но посредственный. Посредственный. Но возможно пойдет. И вот оно. Возвращение в Французской империи. Карнавале мы наполеем на шестого. Осталось лишь ему вернуться в саму Францию. Ой, у нас есть императорский научный и академический совет. Как я понимаю, теперь мы получаем бафы на исследования. Да, это прекрасно. И да, мы этим будем обязательно пользоваться теперь. Здесь интересующие нас фокусы в принципе закончились. Потом еще надо будет, конечно, за вот эту железную дорогу построить. Давайте, наверное, начнем сейчас. Потому что там надо решение понажимать будет. И тут нам ресурсы добавят неплохие. А потом идем в 100 дней на веке. И идем по вот этим вот прекрасным бафам. У нас приглашает в СССР. И, блин, я бы инвестировал сотку как только мог. Но у меня нет сотки прямо сейчас, к сожалению. Да, давайте, ладно, 50. Потому что мы за это получим все бафы. И было бы сотка, получили бы бафы сильнее еще. Строительства нет. Конечно же, берем все вот это вот ресурсы, ТНП и объем производства на год. Это очень приятные бафы для всей Антанты. И, вероятно, их надо всегда брать. Смотрите-ка, мы искали свидетельников в парламенте, но, увы, как говорится. Увы, но ничего, ничего. Мы тут найдем себе поддержку. Рано или поздно. А если ее не найдем, то заставим всех подчиниться. И смотрите, на политической арене не получилось. А вот в армии... Ну-ка. Тоже не получилось. Что-то как-то пока что не идет, не идет. Но мы справимся. И, смотрите, у нас даже нет выборов, да? Да. Мы можем позвать только Аксион Францесс, мы даже не можем Легион позвать. Ну окей, это, я так понимаю, из-за того, что мы расследование тогда сделали. Но, насколько я знаю, насколько я почитал, по крайней мере, нам не сильно важно, кого выбрать здесь. Нам важно выбрать вот здесь вот, лишь нашей рукой, чтобы потом пойти... Вот здесь вот, по фокусам, в Император Безузды. По-моему, это так. Я могу ошибаться. Итак, здесь от Аксион Францесс. Сейчас, смотрите-ка, питан обратился к ним. Но они не поддержали, они поддержали Орля низкого кандидата. Какой ужас. Какой ужас. Но! Есть определенная фракция Ф, разгневанные неудачей Мороса, готовые поддержать нас. Ага. Но они слабые и неорганизованные. Пока что они не нужны никому, но... Посмотрим, посмотрим. По крайней мере, есть кто-то там недоволен. Давайте. Гласающая надежда. И смотрите-ка, народ уже оставил от неопределенного будущего правительства. Все от нас отвернулись. Даже старые радикалы. Но есть молодые патриоты. Это... Что это? Свободное собрание различных правых политических активистов. Они готовы поддержать императора. На них мы и будем опираться. Выиграли, но какой ценой? Смотрите-ка, мы с такими правыми бандами как будто начали дружить. Но Наполеону надо какая-то поддержка, нужна. Поэтому что есть, то есть. Давайте. Макс эффективность плюс 4%. Давайте лишь нашей рукой выйдем. Там 15 НП, черт возьми. Это очень, очень много. Погубка века. Воложи хоть слухи, что Наполеон VI купил пенис престижного предка великого Наполеона. Это что, ивент уровня Пупенфартена? Здесь что-то такое. Понятия не имею, что это такое. Какое-то слово придуманное. И давайте лишь нашей рукой. Не нужны и не могут быть позволить наблюдательские ублюдки в залах власти. Только нашими руками будет проклята амбиция. Не, не, амбиция нормально. Нормально. Нам не нужны пиявки. Все правильно. А мы переходим ко второй фазе. Строительство ЖД. Это очень хорошо. Получаем инфраструктуру. Потом там еще какие-то строительства получится. Еще инфраструктура. И самое главное, здесь можно будет быстро путешествовать. Это очень важно, потому что, очевидно, здесь очень-очень долгий переход. Так что нормально. Потому что по ячейкам еще. У нас ячейок очень мало, на самом деле. Так что все ячейки будут очень кстати. Мы еще техами вкачаем. Так что будет получше. Но все равно ситуация не самая лучшая. Операция, господи. Я вам отвечаю, ребята. Это Пупенфартен Х2. Да. Карикатур. Погнать императора. Легко императора народа. О, нет. О, нет. Императорский пенис. Отправка. Немножко отрядов. Сердце. Легко земли. Россия. Легко. Пенис. Мистика Распутина. О, нет. О, нет, ребята. Зача этим храбрым бойцам. И... Готово. Лишь наша рука сделана. Давайте. Ждущий момент. В ожидании момента. Получаем 2 фабрики, 2 военно-завода. Очень приятные бафы. Чё, здесь восстановлено. И Центерфакт не успешно справился. Да. Пошла гладко. Ага. Пенис своего предка. Размер 33 сантиметра. Новая победа Наполеона. О, да. Итак, ждущий момент готовы. Можно пойти сюда. Здесь идет минус Центр. Здесь, конечно, рост эффективности и прирост населения. Это очень приятно. Но, я думаю, это пока что должно потерпеть. Здесь есть поддержка, события, стабильность и военка. То есть, нам это все нужно, чтобы дойти до вот этих минус 5 ТНП. Которые нам, я думаю, очень пригодятся. Нам еще подмобилизоваться. И, в принципе, смотрите. Здесь будет еще минус 5. Там еще и минус 5. Будет всего 5. Но плюс 7. То есть, 12. Стапка. Это 7% у нас под конец. Наверное, плюс-минус будет. Нормально. Быть можно. И давайте заодно решим проблему вот здесь вот. Совсем. Давайте начнем с обыча ресурсов. Тут очень полезный для нас ресурс, который позволит нам не закупать ничего внешнего рынка. Особенно полезна нам здесь, я думаю, будет нефть. В Америке гражданская война. Ничего необычного. Я только вспомнил. Нам нужно это вот вкачать. Потому что это апгрейд именно на гарнизоны. Видите? Скорость роста подчинения и минус урон. Надо было делать это сразу, но я только сейчас вспомнил. Потому что, ну, реально сложно вспомнить, что у тебя в шапионских апгрейдах есть апгрейд гарнизонов. А почитаю, никогда такого нет. И можем уже перевести все на гражданские надзоры, чтобы побыстрее набиралось у нас подчинение. Ну, давайте, наверное, уже пойдем по вот этим фокусам. Я хотел бы взять вот этот бафчик. Ну, и просто было бы неплохо посмотреть, что тут за ивенты. Они, может, что-нибудь еще полезное дадут. Плюс тут всякая политка, стабильность. Стабильность нам, блядь, не нужна. Политка нам тоже нужна, потому что у нас еще очень много чего не заполнено. Вот у нас, кстати говоря, мобилизация экономики произошла. Теперь строимся уже так, ну, солидно, я бы сказал. Володей Патриот готова. И я подумал, что перед этим давайте возьмем вот это вот. Принуждительное взаимодействие. Это даст нам опыт всего подряд. Это вообще очень сильно. Поэтому давайте возьмем это, чтобы уже накапливался у нас опыт. Чтобы к войне закрыть побольше всяких доктрин. Ну, а все скорости, смотрите-ка. Военный мемориал плюс население. Ну, так, чуть-чуть полезно, я бы сказал. Так, гражданская война в Испании происходит. Можно было бы, кстати говоря, попробовать поучаствовать. Я не верю, кто наша страна. Наверное, вот эти ребята. Карлисты. Карлисты тоже, суверя, могут пойти сюда. Наверное, карлисты как-то нам поинтереснее, скорее всего. Можем позвать туда две дивизии. Давайте пошлем туда две дивизии, почему нет. Действительно. И нолевые крыльев, ну, как есть. О, вот и мы и можем, смотрите, когда тем людей и винтовки. Давайте так и сделаем. И потом нажмем с третью фазу ЖД. А сейчас будет новый вентик по СР, я думаю. СР. В августе. Нам надо подкопить палитку к СР. В любом случае надо брать новый фокус, потому что все равно мы все-таки, наверное, не успеем. Нас попали. Какой ужас. Делегация из-за. Давайте признаем, почему бы нет. Отличный баф у нас есть. Мы можем теперь, я думаю, полностью уходить вот в эти фокусы до последнего. Здесь нам все это тоже нужно будет к войне. Возможно, есть смысл взять вот это вот скорость строительства. Но я думаю, нет, потому что у нас ячейки очень скоро закончатся. С другой стороны, кстати говоря, не прям совсем скоро. Но нет, нет, это мало нам даст. А вот баф армии очень много. У нас очень сильная баф армия. Поэтому давайте дойдем сюда. Здесь тоже есть баф армии, если что. Атака дивизии тут, тут. И ТНПшечка, и стабильность. А потом пойдем по военным фокусам. И да, мы опять можем инвестировать только 50 палитки, к сожалению. Что поделать? Может нам сейчас, кстати говоря, сейчас пришлют фабрику за это. Давайте начнем также эффективность на танках немножко набивать. Потому что я бы, наверное, сделал танки. Но, конечно, мы будем делать уже 36-го года, а не старые. Но нужно доисследовать еще немножко других вещей. Да, вот еще одна фабрика нам. В принципе, 46 фабрик уже не так плохо в среднем. В среднем жить можно. Хотя, конечно, нам в этой Франции еще далеко. Но мы начинаем уже строить военные заводы вовсю. Итак, третье царство террора. Я так понимаю, мы сейчас разберемся со всеми, кто там нас решил не поддерживать. Верно? Да, предатели. Куча предателей. Конечно же. Они должны были просто поддержать нашего Наполеона. Они поступили крайне глупо. Представайте. Канада поддержала федеральное правительство, поэтому я могу отправить еще двух добровольцев в Испанию. Кайф. Как полезно, что мы теперь поддерживаем там Америку. И поэтому в Испании у нас будет больше людей. В любом случае, мы поддерживаем федеральное правительство, я так понимаю, это вот это? Да. Давайте туда тоже отправим четыре дивизии. Почему бы нет? Это все опыт и дивизии, и опыт в плане вот на доктрины. Плюс, может быть, мы сможем потом им помочь победить. Вряд ли не победят, но, по крайней мере, попробуем. И давайте Наполеон возглавит нашу армию в федеральном правительстве. Там именно он и наберет свой первый военный опыт. Давайте сделаем вот так, и как-то вот так, и как-то вот так. Я думаю, он там сам будет, пускай, справляться. Да. Начинаем набирать опыт. И, кстати, наши дивизии прям очень хорошо работают по дивизиям ополчения. Потому что у них прорыва нету, из-за этого мы по ним всегда хритуем. Очень для нас приятно. Кстати, можно взять вот этот бафчик, потому что он вообще неплохой. Четыре объема, чуть-чуть скорость строительства, чуть-чуть пазовый, минус расход припасов в целом должно быть неплохо. А я вижу, что у нас качаются люди, значит, нам нужно подмобилизоваться. И откуда-то взять еще? Вот здесь вот у нас есть фактор, так что надо следующую палитку отправить на мобилизацию и дать фокусы набрать на плюс людей. О, наполеоновская музыка, прекрасно. 50 палитки. 50 палитки это действительно прекрасно, ребята. И, блин, здесь такой полубак, знаете, когда есть гражданка и несколько сторон, то фронт не всегда готовится против всех сторон. То есть есть какая-то сторона, против которой фронт считается активно, типа, допустим, вот смотрите. Сюда. Они с вами пойдут? Да. То есть, видите, здесь фронт считается активным, а здесь, типа, нет. Типа, прямо сейчас мы воюем именно с вот этими ребятами. Почему-то такое иногда случается, и поэтому только здесь мы сможем именно наступать, и именно здесь только дивизии будут реально к этому фронту идти. Здесь то же самое. Вот эти дивизии, если я им, смотрите, переставлю вот сюда приказ, они не двигаются, потому что у них сейчас идет гражданская на с вот этими ребятами. Это иногда очень сильно мешает, но сейчас не поделать ничего. Можно только переехать вот сюда и попробовать разбить здесь лепачков. А еще начать четвертую фазу нашей ЖД. Прекрасно. Там она закончится, и будет все очень приятно. Нужно, наверное, небольшой фактор. Берем еще фактор побольше. Мобилизация должна идти полным ходом. Люди должны записываться в армию. А здесь мы окружили дивизии с одной французской дивизией. Одной неправильно французской дивизией. Это для нас очень-очень удачно, потому что минус один танк, это минус один танк потом в войне с нами. Реально очень удачно. И еще, смотрите, есть надстук на сопротивление людских ресурсов на некоренных территориях. Давайте сделаем, может, тоже нам даст людей. Было бы приятно. Людей, и правда, у нас не очень много. Итак, смотрите-ка, можно не сильно давить. Будучи в Франции. Наверное, не нужно сильно давить. Да. Потому что это, может быть, может вызвать проблемы. Ну что, ребят, я думаю, на этом можно будет подсовершить первую серию. Наша Франция потихоньку, так сказать, сформируется. Вот эта вот неправильная Франция будет успешно нами захвачена в будущем. Готовим мы для этого такую неплохую армию. Пока что это просто пехота. Но потихоньку будут у нас готовиться наши танки. И именно танками мы будем стараться прорывать. Хотя у нас даже пехота с нашими бафами всеми должна быть очень солидной. Ну а с вами был Дабгай. Обязательно подписывайтесь, если вы вдруг еще не подписаны. Лайк, комментарий, твич, дескрут, бустя. Все в описании. До скорых встреч. Всем пока. Пока.